Привет, друзья! С вами Прост, и вы смотрите очередной выпуск информационной программы новости Apple. Сегодня речь пойдет об экране смерти MacBook, iPhone 9 и многом другом. Спустя менее недели с момента выявления троттлингов новых MacBook Pro, компания Apple выпустила обновление, устраняющее появление данного эффекта. Теперь профессиональные ноутбуки Apple на базе процессора Intel Core i9 не будут страдать от перегревов и снижения производительности. Ученые из университета Аделаиды разработали квантовый аккумулятор для iPhone с возможностью мгновенного восполнения заряда, передает ABC News. По словам автора исследования, новейшие технологии позволят заряжать смартфоны, планшеты и другую мобильную электронику менее чем за одну секунду. Для обеспечения быстрой зарядки новых iPhone потребуются исключительно те зарядные устройства, которые имеют сертификацию по стандарту CAU. Таким образом, Apple хочет оградить владельцев фирменных смартфонов от использования контрафактных аксессуаров. Сбой в работе соцпроцессора T2, которым Apple комплектует новые iMac Pro и MacBook Pro, прийти на 2017 года, может вызвать самопроизвольные перезагрузки компьютеров. Об этом на форме технической поддержки Apple пишут владельцы затронутых устройств, столкнувшиеся с проблемой. Судя по сообщениям пользователей, самопроизвольные перезагрузки Mac происходят из-за критической ошибки в операционной системе BridgeOS, лежащей в основе соцпроцессора T2. Этот эффект, получивший название «паника ядра», по своей сути напоминает синий экран смерти Windows. Бегл анализ жалоб показал, что проблема не является распространенным явлением, затрагивает очень ограниченное число пользователей. Вероятно, это вызвано невысокой популярностью iMac Pro и MacBook Pro Retina 2017 года, который по-прежнему доступен для покупки далеко не на всех рынках. Кроме того, инженеры Apple уже в курсе сбоя и работают над путями его устранения. Новые данные о продажах смартфонов предоставили в Кантар. В отчете рассматривается второй квартал 2018 года. Согласно ему, смартфоны на iOS увеличили занимаемую долю рынка на 6% благодаря стабильно хорошим продажам iPhone 8 и iPhone X. Для рынка США 8 смартфонов от Apple оказались среди десятка самых продаваемых устройств. Такого успеха удалось добиться благодаря расширившейся линейке моделей iPhone. Сегодня потребители могут выбрать модели, начиная с iPhone SE и заканчивая iPhone X. Это позволило доле Android США сократиться с 65,5% до 61,1%. В Китае по доле рынка лидирует Android. Смартфоны на этой операционной системе заняли 80,4% всех продаж во втором квартале 2018 года. Тем не менее, самым продаваемым устройством стал iPhone X. На него пришлось 5,3% всех проданных смартфонов в Китае. В Европе доля iOS тоже выросла, но не так значительно, как в США. iPhone 9 с диагональю экрана 6,1 дима может поступить в продажу не ранее октября. Об этом сообщает финансовый аналитик крупного банковского холдинга Morgan Stanley, ссылаясь на источники в цепи поставок. По ее словам, задержка может быть вызвана проблемами в производстве новой системы подсветки дисплея, которую Apple намерена применить в доступной модели. Ранее высказывалось предположение о том, что Apple может намеренно отложить появление будущего флагмана в рознице из-за боязни создания внутренней конкуренции между моделями, две из которых могут померкнуть на фоне доступного и практически неотличимого внешне дешевого iPhone 9. Пожалуй, единственным, кто уверен, что релиз новых iPhone состоится по расписанию, является аналитик TF International Securities Минчи Куа. По его мнению, все три новинки дебютируют в сентябре и поступят в продажу через несколько дней после официальной презентации. Стоимость модели, полагает аналитик, будет начинаться от 650 долларов за младшую LCD-версию, достигая 1200 долларов за старшую. А на этом все. Новости недели подошли к концу. Ждите следующий выпуск ровно через неделю. Всем пока!